Уважаемые гости, компания Кудерлайн приветствует вас. Мы напоминаем наши контактные данные, наша электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вести нашу встречу буду я, консультант-аналитик 1С Гардашева Галина. И, в общем-то, мы, во-первых, очень рады видеть вас на нашей встрече, а во-вторых, приглашаем обращаться с вопросами, которые у вас возникают, или с какими-то конкретными ситуациями, которые для вас представляют трудность. Мы будем рады ответить на ваши вопросы, и, соответственно, это уже может быть более тематически и более развернуто, поскольку обращаться вы можете любым удобным для нас способом, и мы не будем уже ограничены рамками нашей встречи, и сможем ответить вам более подробно. Если вам неудобным оказалось время встречи, то вы можете через некоторое время вернуться на наш сайт, мы выкладываем записи, и, соответственно, посмотреть эту передачу в удобное для вас время, и, возможно, еще какие-то материалы вас заинтересуют, мы будем очень рады. Сегодняшняя наша встреча посвящена договорам и соглашениям. Мы с вами будем смотреть ее на примере ERP. Сейчас вы видите программу нашего вебинара. Договора и соглашения в ERP очень нечестная тема. К сожалению, говорить про нее можно три раза по столько же, но мы постараемся уложиться в час, чтобы основные особенности этих двух справочников, собственно, договора и соглашения за справочники, обсудить и посмотреть, что мы можем в практической деятельности, как использовать этот механизм. Мы поговорим про возможности вообще использовать договора и соглашения и настройки, которые для этого понадобятся, про разные виды договоров, поскольку на договора, в общем-то, идет очень большая, скажем так, часть опирается функционала. Поговорим про взаиморасчеты, про раздел прайса CRM-маркетинг, ну и, естественно, про отчетности, дополнительные сервисы. На самом деле материалов по поводу договоров и соглашений в 1С достаточно много. Публиковалось и на разных ресурсах, и в разных трактовках, потому что тема интересная и во многих организациях, скажем так, используется не совсем стандартный подход к этому вопросу. Как будет построена наша встреча? Мы с вами будем смотреть нормативную информацию на слайдиках, ее не очень много, и будем переключаться на демо-базу, вот таким образом, на демо-базу ERP, и здесь уже смотреть те вопросы, про которые поговорили. И, соответственно, что-то будем мы ручками сами делать. И хочу обратить ваше внимание, релиз конфигурации, один из последних. То есть релиз посмотреть вы можете вот по этой пиктограммке. Вот так вот выводим сведения о программе, и здесь мы видим версию платформы, и вот тут мы можем посмотреть конкретно саму конфигурацию. Мы с вами будем работать на 17-м релизе, соответственно, это один из самых последних релизов. Теперь переключимся на слайдики. И вот о чем поговорим. То есть на самом деле концепция, как работать с договорами в ERP, очень похожа на то, как это организовано в УТ, в 1С УТ. То есть соглашение – это торговые условия, по которым мы работаем с нашими партнерами. И договора, соответственно, это уже немножко другое. Договора – это, в принципе, документы, которые позволяют нам использовать аналитику и, соответственно, вести, указывать взаиморасчеты. В самих договорах мы минимальные настройки можем предусмотреть. Ну, посмотрим еще их потом по ходу нашей встречи. Но договора во всех регламентированных документах, во всех регламентированных отчетах, в оборотно-сальдовых ведомостях и так далее указываются. То есть, соответственно, все, что связано с отчетами, с налоговым отчетом, у нас с вами фиксируется в договорах. Немножечко как бы восстановим в памяти, что касается договоров и что касается соглашений. У нас, как обычно, бывают управленческие условия, то есть реальные условия о том, как мы работаем вместе с партнером. Это у нас выполняет роль соглашения. На основании соглашения, как вы видите, мы можем создать договор, то есть условия соглашения перенести в договор. И здесь надо сразу четко понимать, что договор это официальный документ с печатью, с подписью, который должен быть составлен по определенным правилам. И, соответственно, подписан и соответствовать определенным условиям. То есть, если вы введете, например, лимиты, например, у вас лимиты расчетов с предприятиями установлены или еще какие-то, то вот эти условия, условия взаиморасчетов вы оговариваете в основном в договоре. А в соглашении предусматривается по каким ценам, какие скидки, за что скидки. То есть, например, может быть за объем заказов, может быть за ассортимент. То есть разные условия, ну, соответственно, уже какие-то конкретные. И соглашения у нас могут быть индивидуальными и типовыми. То есть темы не отличаются, мы сейчас поговорим более подробно. Вот, а по камере мы с вами перейдем к следующему слайдику. То есть первоначальные настройки. Ну, все настройки, как вы помните, у нас делаются через блок НСИ и администрирования. И дальше уже идет конкретная настройка, конкретный договор, какой мы хотим активировать. Каждый договор у нас имеет вид соглашения, которое либо это рамочный договор, либо это спецификация к договору, либо договор с условием, что необходимо для данной сделки выполнить. Соответственно, сейчас мы с вами перейдем в саму конфигурацию и посмотрим раздел НСИ и администрирования. И нас будут интересовать блоки CRM и маркетинг, блок продажи и блок закупки. Почему? Потому что у нас здесь везде есть упоминания о договорах и о соглашениях. И, например, вот мы с вами переходим, если в CRM и маркетинг, то здесь у нас идут настройки CRM, которые задают определенные параметры. И разделы продажи и закупки. Здесь у нас в меню продажи, если мы вот так закроем, есть подразделы. И в разделе оптовые продажи у нас есть использование соглашений с клиентами. То есть, обратите внимание, у нас типовые соглашения и типовые, и индивидуальные соглашения на данный момент включены. Если я выбираю, программа мне ругается, поскольку у меня уже настроены, и, соответственно, документы есть с использованием этих настроек. Но я пишу, что да, и тогда мне доступен вот такой выбор. То есть, я использую и типовые, и индивидуальные соглашения, только типовые, только индивидуальные, или вовсе не использую типовые, никакие соглашения. Что это значит? Значит, вот здесь мы с вами подошли к тому, что в первую очередь, перед тем, как настраивать, нужно определить, как у вас документ оборот построен с вашими клиентами, с вашими партнерами. То есть, как ведется именно учет договоров в программе. Если брать классический бумажный вариант, то с каким-либо контрагентом заключается договор. Он подписывается на бумаге, соответственно, заверяется печатью, подписью, и в нем какие-то конкретные оговоренные условия. Бывают рамочные договоры, что используются очень часто, и, соответственно, в этом случае не указывается ни объем продаж, ни конкретной цены. Указывается, что организация такая-то хочет купить у организации такой-то ее продукцию. А уже конкретные приложения к договору, там, например, спецификации, это конкретно перечень, что она покупает и что она стоит. Соответственно, настраиваем мы в разделе продажа, обратите внимание, типовые индивидуальные настройки. И, собственно говоря, кроме этого, мы с вами можем перейти в раздел закупки. И вот здесь, обратите внимание, тоже используются соглашения с поставщиками. Значит, вот здесь мы проставляем тоже флажок, и в этом случае мы сможем работать с вами и с соглашениями, и с договорами. То есть и для покупателей, и для поставщиков возможно использование соглашений, и эта возможность активируется через настройку МСИ и администрирование. И, соответственно, соответствующие флажки мы ставим в подразделе закупки, в подразделе продажи и так далее. Значит, после того, как мы активизировали возможность работать с этими документами, мы возвращаемся снова к теории. И немножечко вот на этом остановимся, на следующем слайде. Мы задали раздел оптовые продажи. То есть мы с вами только что тут были. Или эта картинка показывает слайдик с того места, где настраиваются оптовые продажи. Еще один слайдик. Здесь мы с вами еще не были. Этот слайдик иллюстрирует работу с типовыми соглашениями. То есть мы возможность работы с соглашениями активировали. И теперь переходим к более тонким настройкам располагаются. Они у нас вот в этом блоке серия маркетинг. И, соответственно, переходим на наши демо базе туда. Раздел серия маркетинг. И у нас с вами есть здесь блок МСИ и продаж. То есть нормативная справочная информация по продажам. И здесь мы можем настраивать типовые соглашения и сегменты. Обратите внимание, что два вот этих пункта нас будут очень интересовать. И мы сейчас к ним поподробнее вернемся. То есть, чтобы настроить типовые соглашения, мы переходим вот по этой ссылке. И можем вот такой вариант использовать. Открыть новое или добавить выбранное. Если я просто перехожу по ссылке, то у меня открывается общий журнал моих типовых соглашений. И я могу теперь создавать новые. Допустим, я создаю новое типовое соглашение и задаю в нем параметры. Ну, а перед тем, как я перейду к настройкам, я хочу показать вот что. Что перед тем, как мы с вами займемся соглашениями, я должна сделать сегменты клиентов. Что такое сегменты клиентов? То есть это создать группы клиентов. Например, оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы, розничная продажа. Вот если я перехожу по такой ссылке, сегменты клиентов, то в моем случае созданы такие сегменты. То есть это дилеры, дистрибьюторы, оптовые клиенты, розничные клиенты, сетевые, например, магазины. Ну, то есть вот эта настройка, этот список будет соответствовать вашим бизнес-проектам, бизнес, я не знаю, технологиям. Ну, соответствовать вашим бизнес-реалиям. И здесь есть еще отметка, обратите внимание, сегменты запрета отгрузки. То есть вы устанавливаете параметры, по которым вы можете запретить отгрузку. Например, при превышении долга, при невыполнении еще каких-то, например, сроков поставок. Ну, то есть мы задаем создать новую запись, задаем наименование такое, чтобы вам было понятно. И, соответственно, задаем условия, которые приведут к запрету редактирования. Для этого ставим вот сюда красивую зеленую галочку, которая называется TechBox. После того, как мы создали сегменты покупателей, мы, соответственно, можем выбрать, для какого сегмента мы устанавливаем типовое соглашение. Типовое соглашение, обратите внимание, имеет закладочки условия продаж, прочие условия, скидки на оценки. И, соответственно, здесь у нас наименование и операции, для каких операций предусмотрено это типовое соглашение. А в меню продажи у нас есть индивидуальное соглашение. Вот индивидуальное соглашение, как вы видите, имеет абсолютно те же закладочки, то есть абсолютно такую же информацию мы вводим в индивидуальное соглашение. А чем оно отличается от типового соглашения? Только тем, что индивидуальное соглашение у нас предусмотрено для конкретного контрагента, а, соответственно, типовое у нас предусмотрено для сегмента контрагентов, то есть, соответственно, для групп клиентов. И, как вы видите, в индивидуальном соглашении мы заполняем еще такую информацию, как сегмент номенклатуры. То есть, если мы выбираем какой-то сегмент номенклатуры, то в этом случае у нас это индивидуальное соглашение будет касаться только номенклатуры, определенной в какую-то выборку, то есть в папку. Мы можем создать, например, папку мебель, компьютеры, офисная техника, ну, то есть создать, соответственно, ту группировку, которая соответствует вашим бизнес-процессам. И, таким образом, у нас с вами, во-первых, возникает новое понятие, как сегмент номенклатуры, и, во-вторых, здесь у нас с вами условия типового соглашения, то есть индивидуальное соглашение может опираться на типовое, только уже с большими вариациями в отношении каких-то условий, скидок, например, бонусов, ну, то есть, соответственно, уже индивидуальные, отличительные способные, особенности. Сейчас мы пока закроем и типовое соглашение, и индивидуальное соглашение. И немножко вернемся к нашим теоретическим вопросам. Здесь вы видите определение, что такое типовое соглашение, то есть, чем он, собственно, характеризуется. И путь, по которому мы с вами уже сходили, то есть раздел CRM и маркетинг, и мы с вами смотрели типовые условия. То есть, через раздел CRM и маркетинг, типовые условия, мы задаем параметры типовых соглашений, которые будем использовать, ну, например, там в дальнейшей работе. И, собственно говоря, вот этот наш слайдик показывает раздел и два подраздела, которые нас при этой настройке будут интересовать. Вот так. Значит, на этом слайдике вы видите разделение клиентов на сегменты, то есть группировка клиентов в какие-то папки, которые мы в дальнейшем будем использовать. Значит, естественно, у вас группировка будет соответствующими вашими бизнес-процессами, но хочется сказать вот о чем, что эти клиенты могут группироваться и по виду торговли, например, розничные клиенты, оптовые клиенты, и по территории. То есть, на самом деле, если мы используем территориальные показатели, например, ну, может быть, районы города, может быть, районы регионы сбыта, то у нас появляется возможность и подключать к карту к этой группировке. Но это, к сожалению, мы не сможем в этом, в рамках этой встречи обсудить. Но есть такая возможность, есть такая функция очень интересная. Следующий слайдик у нас с вами, вот что показывает. Это мы уже переходим к настройкам типовых соглашений. То есть, как мы с вами определили, значит, договоры у нас существуют. Это аналоги бумажных, то есть регламентированных документов, которые имеют печать, подписи, все соответствующие реквизиты. Соглашение – это, собственно говоря, управленческое понятие. И оно характеризует условия, на которых мы торгуем, то есть на условиях, какие цены мы применяем, какие скидки, какие бонусы и так далее. На самом деле конфигурация, то есть 1СЕРП может работать и без договоров, и без соглашений, как мы уже выяснили. Все зависит от настроек, которые мы сделали. И сейчас мы коснемся настроек, которые уже создаются в рамках типовых соглашений, в рамках индивидуальных соглашений. Вот вы видите на экране слайдик, который демонстрирует настройки типового соглашения. И здесь у меня выделен фигмент клиентов, как вы видите, и фигмент номенклатуры. У меня номенклатура сгруппирована вот таким образом. Сейчас мы с вами перейдем к нашей демо-базе. И теперь вот мы, например, возьмем типовое соглашение сначала. То есть типовое соглашение у нас с вами, кроме закладочки основное, как мы уже говорили, идентично с настройками индивидуальных условий. Но здесь у нас с вами появился сегмент номенклатуры. И если я выбираю настройку, показать все, то у меня вот такие сегменты, то есть по ассортиментному признаку сгруппированы товары. Ну, видите, как образец может быть использована и другая группировка. Значит, если я использую типовое соглашение, то сегмент номенклатуры, если я его задам, он будет использоваться для выбранного сегмента. Если я не задам, то для всех сегментов. Обратите внимание, здесь еще у меня есть операция. То есть в меню операции мне доступен выбор вот таких вариантов. То есть это у меня ответственное хранение и комиссионная торговля. А вот условия продаж. Обратите внимание, сейчас перейдем на самую интересную закладочку. То есть условия оплаты, значит, здесь я могу задать, требуется указание договора, значит, мы будем в этом случае ссылаться на договор. А если я выберу вот этот вариант, то, соответственно, у меня договор не будет использоваться вовсе. То есть в 1С ERP договора могут использоваться, могут не использоваться. Так же, как и соглашения могут использоваться, могут не использоваться. И здесь все зависит от того, где у вас на практике де-факто ведется учет договоров. Если ERP задумана как общая программа, в которой работают и кадровики, и менеджеры, и, соответственно, технологи, то в этом случае и договора учитываются в конфигурации. Тогда у нас с вами будет настройка «Требуются указания договора». И договор у нас с вами будет в карточке контрагента. Во-первых, просматриваться, а во-вторых, мы будем иметь общий журнал договору. Обратите внимание, сейчас посмотрим с вами, например, договор продажи. У нас с вами есть договора с клиентами. И мы здесь будем видеть общий журнал договоров, в которых там закреплены какие-то условия. И у нас с вами текущее состояние, время действия с ПО. И, соответственно, мы в последующем можем контролировать отчетами и сроки действия, и еще много каких отчетов получать. То есть вот только по этому журналу мы можем с вами и ведомость расчетов, соответственно, запросить, и описание процессов по этим договорам. Так что ведение договоров именно как реестр в 1С вполне комфортно устроено. И очень комфортно устроен еще такой момент, как установить статус. То есть действующий и недействующий, закрытый, например, договор, по которому закончился срок действия договора. То есть когда вы работаете с договорами, если не вести в конфигурации, то, в общем-то, это иногда представляет проблему, потому что отслеживание окончания договоров или пролонгация договоров и так далее. То есть здесь, во-первых, реализован удобный инструмент для учета договоров. А во-вторых, и что самое, наверное, основное, то в договорах у нас с вами есть возможность. Сейчас мы вот по продажам, допустим, договор с клиентами возьмем любой. Только вот договор продажи возьмем. У нас с вами здесь мы взяли конкретный договор. В конкретном договоре мы указываем сторону договора, естественно. То есть кто у нас, какая наша организация и какой у нас конкретный контрагент. То есть в этом случае у нас вот здесь задействован справочник контрагентов, а здесь справочник организации. То есть мы можем через справочник организации просмотреть информацию про свое юрлицо, а через справочник контрагенты, вот мы берем, мы можем посмотреть карточку контрагента. И в карточке контрагента вот у нас с вами перечень договоров, которые у нас есть с данным контрагентом. И мы можем, соответственно, и условия какие-то поменять, и дополнительные соглашения или индивидуальные, или типовые. Ну, то есть просматривать договора уже в разрезе каких-то конкретных партнеров. Или просматривать договора в виде реестра, который мы можем и распечатывать, ну, собственно, как обычный реестр, с ним работать. Теперь мы снова с вами возвращаемся к нашим слайдикам. Вот мы с вами посмотрели, вот по этому слайдику сегмента номенклатуры, понимаем, что в типовом соглашении мы можем эти сегменты выбирать. И, соответственно, или не выбирать, тогда типовое соглашение будет действовать для всех сегментов. Теперь следующий слайдик посмотрим. То есть, когда использование договоров у нас не обязательно. Мы с вами уже посмотрели это на практике. То есть это закладка условия продаж и требуется указание договора или не используются условия, не используются договоры. Если, соответственно, мы не используем договоры, то и в документах, например, реализации, там еще каких-то, которые связаны с этим контрагентом, мы можем не указывать договор. Программа, как я уже говорила, позволяет это делать. И, соответственно, в этих случаях у нас регулируется, если мы не используем договор, у нас регулируется уже другими показателями. То есть, например, вид цен мы задаем, какой вид цен применяется. Если требуется индивидуальный вид цен, то вид цен можно настроить конкретно. Ну, например, данный контрагент имеет определенные индивидуальные скидки, наценки и так далее. И сейчас еще раз переключимся с вами в демо-версию. Если мы не используем договоры, позволяют выбирать вид цен. И настраивать индивидуальные виды цены, которые для конкретного, например, партнера, контрагента предусмотрены. И график оплаты. То есть, соответственно, ну вот, в моем случае я выбрала частичная бредоплата. И отсюда формировать прайс-лист для конкретного, например, поставщика или группы поставщиков. Поскольку это у нас типовое соглашение, мы с вами говорили, что от индивидуального оно отличается только тем, что оно для сегмента клиентов применяется. И то же самое касательно склада. То есть, можно выбирать, с какого склада идет конкретная отгрузка, либо с конкретного склада, либо со всех складов, которые существуют. Вот у нас в этом случае мы имеем дело с орг структурой, то есть склады и так далее. Настраиваются у нас опять же через НСИИ. И это у нас организации и структура предприятия. Ну, соответственно, склады и магазины, если это требуется. Так, это мы пока закроем. Это мы тоже закроем. Теперь еще вот хотела обратить ваше внимание на другую закладочку. Прочие условия. Прочие условия. То есть, ну, естественно, если здесь требуется проставить чекбоксы, согласно вашим бизнес-процессам, мы должны будем проставить эти отметки. И вот эта вот информация крайне важна, потому что группа финучета и движения денежных средств, собственно говоря, позволяют нам настроить именно счета учета. Соответственно, здесь мы с вами можем прямо отсюда через, допустим, показать все, настроить дополнительный ГФУ. Можем через настройки по-другому войти. Но, собственно, смысл в том, что мы должны проверить, как у нас настроены группы финансового учета. Ну, например, вот группа ГФУ по расчетам с клиентом. Значит, здесь мы в этом случае настраиваем ГФУ и группу учета с клиентами. Я выбрала уже настроенную, значит, перейти в настройки мы можем так же, как обычно, через кнопку создать. И мы называем наименование, то есть по расчетам с клиентами. И я задаю проводки, которые сопровождают эту операцию. И, собственно говоря, выбираю, с каким контрагентом мне нужно указать группу расчетов. Как вы видите, здесь список достаточно большой. Это не значит, что это все разные справочники. То есть это справочник контрагентов. И справочник контрагентов я задаю... Сейчас мы с вами посмотрим еще раз. Отсюда мы пока уйдем. Мой клиент... Мы выберем, допустим, какого-то конкретного клиента. Это справочник контрагентов. И я выбираю вот эти отметочки, чекбоксы, кем для меня является данный контрагент. То есть он может одновременно быть и клиентом, и поставщиком, и может быть, например, взаимодавцем или арендодателем. Ну, то есть какие-то прочие взаимоотношения я могу с ним иметь. То есть, на самом деле, справочник контрагенты это один справочник, который у нас отражается в зависимости от этой настройки, отражается и в меню продажи, и в меню закупки. Может быть, также у нас, например, и перевозчикам. То есть эту настройку я пока закрою. Нет, нам не надо изменять. И, соответственно, партнеры и клиенты, это мы с вами помним, это еще одна группировка по принципу такому же, как построен справочник договоров, соглашений и индивидуальных соглашений. То есть у нас есть и партнеры, и клиенты, которые могут выступать в разных ролях. Так, снова еще с вами вернемся на минуточку к нашим слайдам. И, соответственно, мы с вами уже ходили условия продаж, учет договоров требуется или не требуется. И если у нас индивидуальные соглашения, мы с ними работаем, то, соответственно, индивидуальные соглашения, как я уже говорила, это у нас соглашения, которые, в общем-то, призваны конкретизировать скидки, наценки, цены и, в общем-то, коммерческие другие тонкости. И в договоре мы с вами в обязательном порядке фиксируем особенности взаиморасчетов. То есть это мы с вами тоже посмотрели. И сейчас, если мы говорим про закупки, мы говорим про соглашения с поставщиками и договора с поставщиками. То есть принцип один и тот же. Что при продажах мы говорим про договоры и про соглашения, что при закупках мы говорим про договора и соглашения. Но при закупках у нас с вами действует еще один момент, который мы обязательно должны учитывать. Сейчас мы переключаемся снова на нашу домобазу и переходим в раздел закупки. И у нас с вами идут поставщики, договора с поставщиками и соглашения с поставщиками. То есть это тоже блок нации закупок. И мы с вами смотрим соглашения с поставщиками. Точно так же через кнопочку создать мы с вами можем создавать новые условия соглашений. И у нас здесь, во-первых, мы статус так же как и при работе с соглашениями при продажах можем устанавливать наименование. И в этом случае мы указываем конкретного поставщика. Например, вот так. И в этом случае он у меня является контрагентом. Я вижу, с кем он работает, с каким менеджером. И условия закупок. Здесь у нас точно так же требуются условия договора или не требуются. Но здесь у нас есть один интересный момент. То есть валюта взаиморасчетов. И вот здесь нужно обязательно учитывать, что если у нас указана валюта взаиморасчетов рубль, и вот здесь не стоит флажок, то соответственно у нас и учет в рублях, и оплата в рублях. Если мы выбираем вот здесь вот любой отличный от рубля валюту, а вот здесь не ставим флажок, то это у нас получается договор в УЕ. А если мы с вами, соответственно, проставили, например, здесь проставили флажок, то у нас, собственно говоря, начинается работа с валютными контрактами. И если это соглашение о закупках, то в этом случае у нас должен активироваться блок валютного контроля. И, соответственно, к договорам и соглашениям будут применяться уже другие требования. Те, которые у нас валютное законодательство учитывают. И, соответственно, к сожалению, валютные контракты у нас не совсем будут так красиво, как рублевые. То есть рублевые у нас контракты с вами договоры или соглашения. Красиво выполняется реестр, красиво все на учете. Мы можем с реестрами оперировать. То, что касается валютных договоров, у нас не так красиво, потому что ведомость банковского контроля у нас с вами на самом деле не совсем такая. То есть у нас под валютный контроль попадают не все контракты, а только определенные, то есть контракты, которые имеют определенную сумму, учитываются при валютном контроле, а те, которые не подлежат валютному контролю, то есть где сумма, допустим, незначительная, те у нас как бы получаются как отдельный реестр. И еще договора и соглашения у нас с вами обязательно нужно сделать оговорку. То, что касается коммерческой деятельности договора и соглашения. Еще договора у нас присутствуют в другом разделе. То есть в разделе «Казначейство» у нас с вами присутствуют финансовые инструменты. И здесь у нас с вами идут договора кредитов и депозитов. Ну и договора лизинга. То есть вот в этом отношении с этими договорами другая ситуация. Здесь у нас с вами не используются соглашения ни типовые, ни индивидуальные. И вот, например, если мы с вами в договора кредитов и депозитов, то здесь у нас мы имеем уже другие показатели. Здесь у нас фигурирует характер договора, то есть кредиты, депозиты, выданные займы и тип договора. То есть в этом случае, видите, вот такой выбор предусмотрен. И, соответственно, уже будут другие организации, некоммерческие, в этом участвуют. То есть в основном это кредитные организации в разделе «Казначейство» финансовые инструменты. Договора, которые используются, имеют другую структуру, не такую, как в блоке коммерческом, то есть продажи и закупки. И, соответственно, другие правила и заполнения, и работы с этими договорами. То есть это надо учитывать. Значит, в этом случае у нас договора единственно возможный, как бы такой вариант. И здесь соглашения уже мы рассматривать не можем. И здесь уже использовать или не использовать договора мы не сможем выбирать. То есть, видите, закладочка «Расчеты». У нас уже конкретный порядок расчетов предусмотрен. Если предусматривается обеспечение, например, банковские гарантии или еще какие-то, то здесь уже другие закладки. И учетная информация указываются счета для учета процентов комиссии и так далее. И группа финучета, ГФУ. Это уже группа финучета расчетов. И, соответственно, совсем другие настройки будут для работы с этими договорами. Теперь еще один момент. Значит, при работе с коммерческими договорами у нас с вами работает настройка в блоке «СРМ» и «Маркетинг». Ну и, соответственно, в блоке «Продажи» и в блоке «Закупки» мы сейчас с вами вернемся к «СРМ» и «Маркетинг». И, значит, посмотрим с вами вот еще что. Значит, соответственно, после того, как мы настроили параметры работы по типовым соглашениям, у нас еще есть графики оплаты. То есть мы с вами должны графики оплаты заполнить до того, как начали работать с соглашениями. Потому что вот эти графики у нас будут использоваться при работе с соглашением. Мы должны будем указывать, какие варианты у нас есть для оплаты. Ну, например, предоплата, частичная оплата. Ну, видите, это у меня созданы в качестве примера вип-клиенты. Ну, предположим, что, например, вип-клиенты имеют какую-то отсрочку там фантастическую и так далее. То есть при работе с соглашениями нам надо предварительно заполнить и сегменты клиентов, и графики оплаты. И, собственно говоря, вот о чем мы еще не поговорили, это то, что до того, как мы с вами начали работать в конфигурации, то мы должны определить, где будет вестись учет договоров и, второе, кем конкретно. Потому что обычно это происходит на стыке, так сказать, интересов. То есть работают с договорами обычно коммерсанты, то есть торговый отдел продаж, торговые представители или там юристы. А чаще всего ввод договоров и всех условий производят бухгалтера. В этом случае получается, что поскольку бухгалтера обычно не знают о тонкостях всех условий продаж, то возникает проблема с тем, что условия продаж, то есть типовые соглашения или индивидуальные, не учитываются или заполняются неправильно. И здесь тогда стоит сказать вот о чем. Если типовые, например, соглашения заполнены неправильно или индивидуальные соглашения заполнены неправильно, то у нас возникают проблемы в момент проведения документов. То есть мы настроили какое-то типовое соглашение или настроили какое-то индивидуальное соглашение и начинаем по нему работать и создаем документы какие-то конкретные. Ну там, например, заказ или коммерческое предложение или документ, например, реализации. И при проведении документа у нас вступают в конфликт настройки соглашений и документы, которые мы с вами пытаемся ввести. В этом случае у нас с вами возникает необходимость, например, корректировки условий соглашений. Значит, в таком случае у нас должна быть предусмотрена должность, точнее не должность, роль специалиста, который имеет право корректировать типовые соглашения или индивидуальные соглашения. То есть вот такой момент разделения, разделения обязанностей надо предусмотреть, естественно, до того, как вы начали работать. Вводить информацию и использовать договора и, соответственно, индивидуальные или типовые соглашения. Вот при работе с некоторыми клиентами у нас возникали ситуации, когда наоборот построен бизнес-процесс. То есть делается, например, не рамочный договор и к нему спецификации, а наоборот спецификации или соглашения, а к ним уже конкретные договора. Договора и контрагенты, в общем-то, не зависят друг от друга, как мы уже говорили в 1С и ERP. И, собственно говоря, возможно и такое использование. Но обычно при таком использовании требуются дополнительные доработки. А сейчас мы с вами вот еще о чем поговорим. То есть сейчас именно классический вариант, когда мы создаем договоры, когда мы создаем соглашение о том, что применяем какие-то конкретные условия или индивидуальные соглашения. У нас на самом деле, ну мало того, что есть в блоке CRM, отчеты по CRM и маркетингу, их достаточно много, как вы видите, и анализ клиентских баз, и анализ проведения сделок, и, собственно говоря, анализ цен и предложения, то есть прайс-листы, там бонусные настройки и так далее. У нас есть с вами большое количество отчетов и в разделах продажи и закупки. И в меню продажи я хотела показать еще вам дополнительно сервис помощник продаж. Именно помощник продаж, потому что в этом сервисе достаточно удобно работать не очень, ну скажем так, квалифицированным бухгалтерам, потому что чаще всего работают операторы, которые оформляют реализацию. То есть здесь мы с вами выбираем шапку, заполняем, какое наше юрлицо, и, соответственно, нашего партнера выбираем. И последовательно переходим в нужный раздел и выбираем и номенклатуру, и условия транспортировки. Допустим, условия оплаты, условия транспортировки. Если мы выбираем способ доставки самовывоз, то в этом случае у нас, естественно, в накладных будет напечатан адрес, который мы запишем вот здесь. Адрес доставки – это отдельный справочник. Если мы выдаем, что, например, наша транспортная служба, то в этом случае у нас задействуется блок управления доставкой, и в этом случае сюда заполняются уже данные и зоны доставки, например, и время, и информация для торговых представителей, и для диспетчеров, например, или для водителей. Ну, то есть полностью весь цикл документов, оформления документов, и плюс возможность себя проверить, потому что вот у меня программа ругается, если я не запомнила какие-то поля. И в этом случае мне предлагаются разные варианты, то есть насколько я заполнила правильно или неправильно, и что я пропустила. И вот здесь вот так закрыть. Это дополнительный сервис «Помощник продаж», мы с вами говорили. И я хочу еще так по закупкам. То есть, соответственно, когда мы говорим про закупки, у нас здесь тоже самое есть документы закупки «Все». Это рабочее место, в которое мы можем переходить. И здесь мы видим, во-первых, реестр документов, а во-вторых, через кнопочку «Создать» у нас выбор, собственно, практически всех документов, которые существуют в программе. И еще один момент, мы с вами в регламентированном учете, то есть когда мы работаем с договорами, у нас есть возможность использовать и стандартный бухгалтерский отчет, то есть мы можем применять фильтрацию, например, в разрезе договоров, в разрезе предприятий. Но я хочу обратить внимание на помощники. То есть вот как у нас есть помощник, например, продаж, так у нас здесь и есть возможность работать с личными кабинетами. Это тоже сервисы, которые есть личные кабинеты. Когда я перехожу в этот раздел, у меня вот такое выскакивает рекламное окошечко, баннер, так сказать, и в этом случае я вот по такой ссылке подробнее о возможностях могу посмотреть, что это за сервис, и, собственно говоря, подключиться к нему тоже несложно, можно даже без помощи IT-специалистов. Но смысл вот этой отчетности в чем? Это возможность напрямую размещать на сайте фискальных органов, вот таких вот, размещать информацию, письма, отчетность и так далее, минуя операторов ТКС, то есть минуя, например, СБИС, Астрау, Контур и так далее. Этот сервис на самом деле платный, условно-бесплатный, скажем так. Если у вас подписка ИТС-проф, в этом случае вы одно юрлицо можете подключить бесплатно, остальные за денежку. Если у вас подписка ИТС-техно, то только за денежку. Ну, денежка достаточно такая дружественная, то есть 4 тысячи, например, 800 рублей на год, ну, в зависимости от количества лицензий, естественно. Если мы эту сумму делим на 12 месяцев, то получается, в общем-то, не страшная цифра. А зачем нам нужна один из отчетностей? Сейчас я покажу. У нас есть в регламентированном учете, в блоке регламентированный учет, личный кабинет единого налогового счета. То есть вот это очень удобный сервис на сайте налоговых органов, для которого требуется подключение вот этого самого сервиса 1С-отчетность. То есть вот сейчас у меня сработает, и вот вы видите окошечко, где мне программа говорит, хочу 1С-отчетность. То есть вот этот сервис 1С-отчетность для работы с личным кабинетом и единый налоговый счет необходимо. Без этой отчетности, 1С-отчетности, я, к сожалению, этот сервис не смогу использовать. А сервис очень удобный, потому что позволяет и оперативно осмотреть сведения, и корректировки вносить. Ну, то есть, собственно говоря, очень удобный сервис сделали, но вот с таким утяжелением. И, как вы видите, он вынесен в отдельный блок, то есть единый налоговый счет и личный кабинет, и личные кабинеты, которые у нас есть. Есть в блоке 1С-отчетность, это другие личные кабинеты, которые, в принципе, нам уже давно знакомы, кто работает с конфигурациями 1С достаточно давно. Он есть практически во всех конфигурациях, и в комплексной, и, естественно, в ЕРП, и в галтерии. То есть здесь у нас личные кабинеты налогоплательщика в налоговой службе ФНС, и, соответственно, юрлицо ИИП, и ФСС, то есть бывший ФСС, а сейчас это СФР, то есть Социальный фонд России. Здесь у нас есть личный кабинет для работы по сверкам, по проверкам, по начислениям всяких пений и так далее, и личный кабинет для работы с электронными листками нетрудоспособности. Как вы знаете, у нас только в этом году только в электронном формате эти листки используются, и прямые выплаты, соответственно, практически во всех регионах. То есть это тоже очень удобный сервис для работы с больничными и со всеми соцпособиями. И хочу обратить внимание на статистику, потому что статистика сейчас использует много очень отчетов, которые в начале этого года публиковался целый список отчетов, которые статистика новая хочет видеть, то есть кто попал под выборку, нужно проверять по ИНН, и, соответственно, чтобы не платить страх, это лучше сделать заранее. И регламентированный учет личный кабинет. Обычно это используется для тех компаний, которые имеют какие-то кредитные продукты, то есть, например, кредитная линия у вас используется или какие-то другие варианты. Выделенная кредитная линия, возобновляемая кредитная линия, вертрафт и так далее. То есть те банки требуют в этом случае определенную отчетность, которую надо подготавливать, например, или ежемесячно, или ежеквартально, и отправлять в банк. Вот этот личный кабинет позволяет комплектовать такую отчетность, и, соответственно, если вы работаете с машиночитаемыми доверенностями, то позволяет их учитывать. И вот именно здесь бывает, что требуют копии договоров, копии валютных договоров, доп. соглашений, например, когда продлевается срок действия договора и так далее. То есть вот этот личный кабинет позволяет сохранять те сведения, которые были отправлены в банк, и, соответственно, облегчает жизнь. То есть не надо на коленке ввести реестр и все такое прочее. К сожалению, мы уже немножко увлеклись. Так, переходим снова к нашим слайдикам. И здесь я хочу вернуться к нашему титульному листу. И напомнить наши контактные данные. И, повторюсь еще раз, мы будем очень благодарны вам за обратную связь, за вопросы, которые у вас возникают, либо, например, темы, которые вам хотелось бы от нас услышать. И пригласить вас к сотрудничеству, потому что мы являемся компанией, которая уже давно, достаточно давно работает с 1С. Мы весь спектр услуг выполняем. И продажа, и настройка, и внедрение, и доработка. То есть мы будем рады оказаться вам полезными, надеемся на сотрудничество. На этом разрешите попрощаться. Всего доброго. Хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok